Виталий Манский не получит денег от Министерства культуры на фильм «Родные». По мнению режиссера, решение экспертного совета поддержать фильм отменил лично глава Минкульта Владимир Мединский. Прямо сейчас режиссер Виталий Манский на прямой связи со студией «Дождя» и мы обсудим с ним случившееся. Здравствуйте, Виталий. Да, добрый вечер. А что же все-таки случилось и на каком основании вы сделали вывод, что сначала решение о поддержке вашего фильма все-таки было и было позитивным? Ну, потому что мы подавали в позиции спецпроект, который подразумевает открытую защиту проектов перед экспертным советом Министерства. Мы прошли эту защиту, эксперты проголосовали за наш проект, они подписали протокол, в котором наш проект был на первом месте по количеству голосов. Этот протокол был опубликован на сайте Министерства культуры и на сайте Гильдии игрового кино. Оно провисел там около суток, затем чиновники убрали и со своего сайта, и попросили убрать других источников, сославшись на то, что еще не подписал министр. А вы собственными глазами видели этот протокол и эти подписи? Ну, и я видел, и эксперты не скрывают этого решения. У нас же сообщество достаточно небольшое, и мы все, так сказать, все знаем, поэтому сразу после подписания протокола были звонки, поздравления. Ну, в общем, я видел сам на сайте, это немаловажно. И эксперты сейчас, кстати, в нашей закрытой группе дают информацию, что им звонили сотрудники министерства, просили изменить их решение, ссылаясь как раз на тему моей картины. Дело в том, что моя будущая картина отчасти связана с современной Украиной, с семейными отношениями, с семьей, которую развела по разные стороны баррикад ситуацию в современной Украине. Хотя эта картина в целом о таком постсоветском пространстве, очень личная, очень важная для меня картина, которая была очень высоко оценена экспертами. Так вот, так как аппарат министерства ссылался на то, что осталась лишь подпись министра, а вчера, в выходной день, в субботу, в день как раз закрытия Московского фестиваля, где Михалков неожиданно выступил чуть ли не в поддержку Украины, появился на официальном сайте министерства протокол, который, так сказать, такой же, но не такой. То есть в этом протоколе просто нет одной единственной картины. Это нашего проекта, и так как сейчас выходные, мы, естественно, созваниваемся, мы обсуждаем эту проблему, я думаю, что с понедельника как-то начнем общаться с министерством, потому что есть версия, что, дескать, министр хочет выждать, посмотреть, как будет развиваться ситуация на Украине, но не знаю, насколько это все правомерно, если эксперты приняли решение этот проект поддержать, и самое нечестное, я сейчас буду осторожен в словах, потому что меня уже тут за одно слово, так сказать, Михалков хочет в суд подавать, поэтому я буду подбирать слова аккуратнее. Так вот, это нечестное решение, потому что министр не взял на себя ответственность, или там, скажем, не связался со мной и не стал это обсуждать, а он просто произошел подлох протокола экспертного совета. Эксперты не подписывали протокол без проекта «Родные», а он опубликован на сайте как раз вот в этом усеченном виде. Вместо 10 проектов – 9. Вы упомянули вчерашнее выступление Никиты Михалкова, о котором я очень хочу тоже вас спросить, но прежде продолжу тему по поводу вот этого протокола. Насколько я понимаю, в экспертный совет по неигровому кино входит в том числе, например, Сергей Лазарук, который является первым заместителем председателя Союза кинематографистов России, то есть заместителем Михалкова, и который как раз, по-моему, не Михалков, ну, насколько мне известно, и насколько я видела интервью как раз Сергея Лазарука, именно он собирался отправить ваше интервью, в котором вы нелестно отозвались о Михалкове, на юридическую экспертизу для возможного потом, с целью потом подать, возможно, в суд на вас. Насколько это могут быть связанные события? Я думаю, что отчасти эти события связаны, потому что у Михалкова достаточно мощное влияние на нынешнего министра, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что Михалкова приверженец вертикали власти и в подведомственном ему союзе, конечно, эта вертикаль работает по полной программе. Лазарук, да, действительно член экспертного совета, но, полагаю, как опытный кинематографист, как профессиональный кинематографист, я на 99,9-х уверен, что он голосовал за наш проект, потому что я, как тоже профессионал, совершенно убежден, что именно такое кино сейчас должно снимать государство. Любопытно, что вот среди победителей этого питчинга практически наш фильм чуть ли не единственный, который повествует о сегодняшнем дне и завтрашнем. Все остальные победители, это, как правило, картины, повествующие о прошлом, иногда даже о истории Ивана Грозного, ну уж как минимум там Сталинградская битва и так далее. Это вообще такой тренд сейчас Министерства культуры, боясь настоящего купаться в прошлом. Оно для них более предсказуемо, поэтому будущее Украины и наших отношений с Украиной, это действительно непредсказуемая вещь, и в этом сила нашего проекта документального, потому что документальное кино – это реальная жизнь, и следить за этой реальной жизнью – это главная задача летописцев, к коим я себя отношу. Ну, есть основания полагать, что вы недостаточно благонадежный летописец, нет? Это ошибочное, это очень банальное восприятие человека, который пишет летопись. Если рассмотреть мои картины, невзирая на мою личную позицию, которую я не скрываю, они, ну, как считаю я и как считают многие и многие специалисты, они, может быть, максимально объективны, насколько объективность вообще может быть присуща произведению искусства. Но я не подверстываю, так сказать, задачку к ответу. Я снимаю жизнь таковой, каковой она является, и, скажем, у меня в картине уже мне известно, что есть персонажи, которые являются и апологетами, скажем, евроинтеграции Украины, и не менее яркие апологеты интеграции с Россией. И это все в рамках группы очень близких для меня родных людей. Понятно, спасибо. Давайте теперь все-таки обсудим, что произошло вчера на церемонии закрытия Московского кинофестиваля, когда Никита Михалков выступил с обращением к президенту Путину с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который обвиняется в подготовке теракта. Что это было? Почему вдруг Никита Михалков, который... Да, да, это понятный вопрос. Но прежде всего я поддерживаю выступление Михалкова вне зависимости от мотивации, которая его к этому подтолкнула или вынудила. А то, что его обстоятельства вынуждают вести себя подобным образом, это более чем очевидно, потому что, конечно, прекрасно быть великим режиссером земли русской, но хочется быть еще и признанным за пределами Родины. А для этого требуются определенные имиджевые жесты, которые он и решил продемонстрировать. Скажем, трудно себе представить приглашение режиссера в программу престижного мирового форума, как известно, у Никиты сейчас на выходе картина, которую он хотел бы поженить с Венецией или с Берлином, или там, я не знаю. Трудно себе представить приглашение в Венецию картины Михалкова, который ведет такую антиевропейскую жесточайшую линию. Поэтому, мне кажется, это некая форма заигрывания. Но, опять же, повторюсь, не важно, какова мотивация. Важно, что такой человек, которого слышат в Кремле, произносят слова, которые могут спасти жизнь и судьбу очень талантливого молодого украинского режиссера, который сейчас находится в тюрьме ФСБ в Москве. Спасибо вам большое. На прямой связи со студией «Дождя» был режиссер Виталий Манский. Мы говорили о том, по каким причинам его фильм не получит поддержки от Министерства культуры и о заявлении, которое сделал вчера Никита Михалков на закрытии Московского кинофестиваля. У меня на этом пока все. Я вернусь в эту студию в Венецию.